привет всем привет друзья мы со всем как все это правильно будет уже пропали мы на самом деле честно говоря мы задолбались со своей дачи мы замучились строить стричь газон бороться с сорняками стали как я и предполагал рабами этого участка короче мы мы чуть нам осталось доделать домик мастерскую мастерскую за то время пока мы с вами не виделись мы нам построили мастерскую мы ее почти обшили сейчас в общем мы решили бросить все и хотя бы на неделю отвлечь мы с такой тоской и завистью смотрели на всех кто едет с багажниками на крыше и сами наконец загрузили фреда и рванули в общем едем с нами мы едем в карелию мы так соскучились по путешествиям что я согласна спать в машине да это эксперимент у нас будет покажем что мы оборудовали матрасом надувным нашего фреда и вот в таком варианте попробуем без палатки ночевать посмотрим как это получится а сейчас мы на трассе м11 кстати сегодня какое на число 17 17 июля что поехали вот она граница с финляндией мы едем вот 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 рядышком вот фенляндию рванем через леса приятные места красивые такие едем сейчас сортовала вот сортовала название такие сложные там посмотрим какие можно искусить заказать мы немножко знаем какие места на посмотреть глянем ну и возможно закажем но и вечером сегодня надо найти место где буду ночевать первый раз едем без точек остановки сортовали мы сразу же направились к пристани где находится касса с билетами на валаам выяснилось что все билеты уже разобраны касса закрыты корабликов сегодня уже не будет мы не стали терять время вадик купил себе игрушку и мы тут же направились в горный парк русский алла горный парк русский алла образован на месте старинного мраморного карьера он известен еще 17 века с тех пор когда принадлежал швеции после победы в северной войне карьер как и вся карелия отошел россии 60 лет здесь велись работы по добыче мрамора русский альским мрамором отделаны казанские исаакиевские соборы в петербурге фрагменты эрмитажа разработка мрамора прекратилась 30-е годы 19 века попытки возродить карьер в советское время привели к затоплению каньона грунтовыми водами в 1998 году здешние месторождения признали непригодными для промышленной добычи сырья вскоре было принято решение создать в этом месте туристический парк с надземными и подземными маршрутами смотровыми площадками инфраструктурой там вот видно да мы из машины какой ураган пылище мы наглотались пыли мы сейчас думаем а что нам дальше делать мы все-таки купили билеты мы даже попадаем на подземную кутру скиалу вот 20 сейчас все разбегутся и мы одни останемся да еще и пусть тучи тоже разбегутся ой как спрятались они там смотри как здорово смотрите а это вот зиплайн здесь куда-то можно так и уехать смотрите как тут страшно у строителями парка проведена огромная работа превращение заброшенного карьера великолепный очень комфортный и безопасный всесезонный туристический объект мы тут остались уже практически одни пошел такой сильный дождь народ весь сначала набился в кафе а потом куда-то делся весь рассосался надо готовиться к путешествию норвежские наши плащины но правда дождь нескончаемый и самое ужасное что мы не знаем где мы сегодня ночуем а дождь мне вот этот совсем не нравится ну красота да прям норвегия норвегия моя любимая однозначно рекомендуем не получается камень и увести отсюда на дачу хочется взять кусочек на дачу положить японский городовой плачу прям реально невозможно тяжелый мурамор мы сейчас идем по отдельную русские а вот здесь вот такой красивый дяденька мраморный толкает вагонетку смотрите какой натурально такие тележки на рельсах наверное все это покажет как же нам повезло купить последний в тот день два билета на экскурсию подземная русские ала где нас привели по лабиринтам мраморных штолен к большому колонному залу и подземному озеру без этой интереснейшей экскурсии наше представление об устройстве шахт штолен и штреков подземным тяжком труде в условиях вечного холода была бы неполной совет лучше эту экскурсию бронировать заранее и не забыть про теплую одежду в любое время года ведь температура внутри подземного царства постоянная а именно не превышает 5 градусов вышли мы с карьера подземного из как стали с царства снежной королевы вообще интересное место мы засветы были в америке сша в таком подобном карьере на вагонетке возили нас да вот вы можете посмотреть вот это видео но вот здесь где мы были этом карьере и она не так впечатлило как это место на самом деле интересно и музыка подобрана и освещение такой такой сделали light шоу но они делают на самом деле видно куда эти деньги идут на самом деле они учат вратители и продолжают это все делать что не работает с семнадцатого года всего лишь экскурсия но видно что сделано очень много но мы идем на итальянский карьер вот эти трубы и это печки печки в которых финны когда они добывали этот мрамор выжигали кварцевые элементы мрамора им нужно было только белая часть ну что мы наконец-то добрались до места где мы будем ночевать мы приехали такой кемпинг совсем недалеко от русского буквально прям рядышком сноску этого места мы оставим вот кемпинг прилично сейчас будем устраиваться размещаться спать мы будем первый раз машине вроде как попробовали дом матрас засовываем засовывали туда сейчас глянем вам покажем ну в общем ребята вы поняли да что мы приехали ночевать в такой вот как называется хутор и и елка и это прям совсем близко от русские ала мы подъехали не было ни никого на ресепшен но вадик позвонил и нам разрешили заехать даже без хозяйки здесь здесь есть умывальник здесь есть унитаз хорошие провода чистые здесь есть где зарядить телефоны и есть вот такие беседки и принцы даже дрова как всегда в таких местах после 10 не шуметь музыку нельзя по моему животных нельзя мы постараемся оставить здесь адрес метку обратите внимание 11 часов вечера небо белое мы увидели хозяйских волкодавов отчет концерт это как тебе эти мальчики а я еще такая думаю я ушла в воде кто с ними остался мамочка 2 какой ужас как медленно они оказывается добрый доброе утро доброе утро как свет началась тебе хорошо я боялась что будет очень шумно потому что людей много нет так было тихо никто не хлопал дверями не заводил машины и тепло было все а мы поехали на валам морожка да мы вот купили морожку сейчас будем пробовать раньше не ели ну да понежнее чем малина вот она здесь в собственном соку потому что говорят что она очень нежная и не сохранишь иначе ну не знаю малина вкуснее я тоже думаю что малин вкуснее вообще мы купили билет на валам туда в час обратно в 7 билет стоит 3 350 это с экскурсии без обеда там на валаме еще будет переезд какой-то еще какой-то островок а вообще надо покупать билеты на ржд они дешевле но заранее можно купить и заранее покупайте туда и обратно обязательно обратно вот они корейские калитки маленькие открытые пирожки из ржаного пресного теста карельские женщины говорили чтобы испечь калитку нужно 8 компонентов ржаная мука вода простокваша соль молоко масло сметана и начинка вот наконец-то мы купили в городе из Карелии калитку для лица с картошкой и все это будет с малиной это дом Берга мы зашли сюда здесь кафе, магазин очень симпатично пока у нас есть время до пароходика мы тут посидим ну что говорят с картошкой самое вкусное оно и она сделана из ржановой муки да, ржаной муки действительно вот она придает ржаная мука другой вкус необычный мы уже ставим в очереди на посадку мы уже ставим в очереди на посадку от основного острова куда мы приехали на ракете на метеоре нас еще на кораблике отвезли на другую часть острова где еще один скит находится еще одно поселение монахов далеко довольно далеко мы плыли целый час да? 40 минут полчаса и и и и и и и мы нагулялись по валааму целый день провели не стали искать другое место и приехали в проверенная уже надежная сегодняшний наш хутор елки понимаем арен здесь даже есть решетка это нас учили в норвегии кстати подготовить когда она не прилипает к решетке остается а в данном случае еще и решетка не наши кстати магазин в сортовали называется дачу то рыба рыба fish называется рыба fish и там же можно что-то съесть недалеко от кемпинга мы случайно наткнулись на вот такую руку это экологический маршрут видимо интересно с водопадами с какими-то активностями кругом и и развернулись поехали сюда сейчас посмотрим что это такое это прямо вот рядом с кемпингом футов где мы были технологии дошли как это правильно называется водопады ну так ли да там только написано ну как благодать классное место прямо я иду и вспоминаю сцены из фильма азори десятихи вот нельзя говорит что здесь снимали фильм но не говорят а действительно снимали кусками фильм азори десятихи старый фильм очень места очень напоминают иногда даже сцены всплывают перед глазами вот эти вот из того фильма не только где озеро но и где вот лес где папоротник растет вот такие места каменистые прям вот хочется посмотреть и потом еще раз фильм с этим сравнить вот эти места вообще красиво если не стоять фильма просто абстрагироваться то а по мне здесь такое бериндеево царство или такое дом бабы-яги здесь везде как-то так все деревянненько очень по лесному калитку не хочешь смотри вчера мы ели огромные по 100 рублей сортовала а здесь маленькая 100 рублей потому что здесь место такое решили бы чуть-чуть спустить колёта чтобы по такой крови кине не требежать и сейчас мы очень победили сторону водопадов белые мосты ехали по трассе где-то метров 15-20 и дальше вот мы выехали на такую крови или даже не знаю как смотрите какой здесь даже знак поставили плохая дорога белые мосты водопад должен быть высота 1 попадет к водопаду белые мосты ведет очень очень плохая дорога если вы рискнете все-таки туда съездить скажу заранее что там практически нет никакой инфраструктуры это чистая природа так на белые мосты их уже настоящих нет и так понимаю что это специально построенные до место это совершенно симпатичные мы нагулялись и решили поставить жирную точку прокатившись на зиплайне так сейчас уезжает наш тренер а за ним мы все держатся за что он простыли уже вот так можно одной рукой снимать можно вообще не за что не держать тормоз готов поехали мамулик в честь твоего дня рождения я совершаю этот полет . . . . . . . пока отходим сторонку вместе с наряжением это другой берег сюда по-другому не попасть сегодня мой мой день рождения смотрите какие здесь есть провалы в земле чем когда здесь едешь надо осторожненько слушайте но мы опять потеряли номер наш внимательный зритель наверняка помнит что фильме про абхазию муж не поверите мы нашли ну ладно а мы всю ту дорогу смотрели внимательно оказалось что на этой дороге вылетел вот не придется новый ставить такой рабочий номер ехали мы ехали сколько мест проехали наконец-то нашли вот местечко причем так неожиданно и прям кого для нас подготовили так у нас здесь инстаграм инстаграм люди как все-таки приучено даже вот такое написали место просто на дороге приятные стали беречь природу мы переночевали в петрозаводске и сейчас выехали в сторону кивач и что гирваз 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 парк гирваз парк гирваз мы поедем парк вулканов и водопадов а дальше не знаем а дальше у нас пока нет плана мы приехали в заповедник кивач стоимость вот мы видим уже 200 рублей мы выехали из заповедника кирвач и хотим вам сказать что ну там почти нечего делать но просто если время есть желание поехать посмотреть просто называется чекиниться и увидеть что такое водопад кивач явно люди ходят и ищут а что еще стоят таблички интересны посмотреть можно как 20 деревьев старин дарит до маленький музей там есть там можно посмотреть с детьми наверное интересно там всяких там бабочек грибы как выглядит карельская береза в разрезе там можно увидеть единственно нигде нет ни одной точки где-то водопад мы увидим прям вот полностью мешает то есть люди стоят пытаются там сфотографировать но сейчас же все снимают не просто созерцать такой панорамки такой чтобы вот прям показать красивый водопад нас ну а мы едем сейчас гир вас там и распада тоже это парк вулканов вулканического происхождения 2 миллиона лет назад был вулкан не в таком не классическом виде как мы привыкли понимать что такое остатки от лавы который когда-то их выперло из земли то есть это был не открытый вулкан мы приехали в гирвас валик занялся экологической деятельностью за свинство люди зачем вы в таком красивом месте грубое слово хотел тут форелевое хозяйство прямо рыба скачет молодец вот разборчики экологи экологи поехали мы купили билетик билетик стоит 100 рублей у тебя есть покажешь видите вот видите как а я думаю красивый в общем мы идем на гирвас и вулкан ух смотрите а как оказывается какие фильмы здесь снимали здесь вот представлена история поселка гирвас здесь снимали вот все эти фильмы это из прошлого и здесь уже вот такой более поздний период и даже ремейк вот край везде обозначен вот так красными флажками тропа упорядочена ну вот они эти лавовые отложения или как вы правильно и знаете мне такое ощущение на что она с тех пор до сих пор тепленькая сидишь на тем на тепленьком камушке этому вулкану более 3 миллиардов лет открыт он был лишь после строительства гирвас к плотину в результате осушения русла реки сума можно наблюдать этот древний вулкан вернее его лавовые потоки толщиной около 32 метров и следы кратера который считается одним из древнейших на планете и в карелию мы никогда не пойдем наверно слава богу на соловецкие острова давай вот смотри чтоб доехать до соловков надо ехать до кеми кем ну ка маршрут 4 часа 4 часа сейчас у нас по 5 но где-то здесь белая ночь как ради так 9 приедем а завтра там паром и идут ему на пароме соловки видишь все погнали погнали давай да едем по трассе гола в сторону мурманска и заправок нет совсем лукойл появится только в городе где-нибудь город городов у нас по дороге нет только беломорск если только заехать беломорск там наверно наверняка лукойл есть тут мы попали в ремонт дороги мурманского тракта еле-еле двигаемся интернета нету поэтому навигатор даже не показал что есть загвоздка в гостровская гэс 1961 года здесь красиво не какие-то а вот смотри беломорске петро глифа вот это какое-то место исторического чудовищ да тогда добраться на машине пройдешь и фронтовая столица написано программа это редкое жилье но они продают все это люди не живут по всему видимо все таки расселить хочется увидеть белое море такой вот у города беломорск я вижу пирс на пирсе если мы вот так и проедем здесь вот такой пирс возможно отсюда отходят кораблики на соловке сейчас это все узнаем дальше ухода нет беломорский порт вот тебе и белое море так ну город беломорск вы уже увидели а это вот порт города беломорска видимо он не функционирует я бы прям с таким удовольствием туда прошла пешком но я боюсь что нас наверное поймают вот там это местные жители нам взяли нас с собой на экскурсию сергей и надежда мы уже познакомились и они нам рассказывают что здесь было в советские времена а было здесь огромное хозяйство это все искусственно насыпалось но все заглохло в девяносто седьмом году после развала советского союза проходят и военные корабли и перетаскивают на платформах подводные лодки от 25 они поплывут и обратно их поедут? они поплывут обратно только да они поплывут там уже будет 625 дальше уже не могли там предприятия зайти вот здесь фестиваль проходит рыбную ну иногда организовывают вот это все замерзает и вот здесь вот посудил половил рыбу поймал не поймал вопрос просто посидел вот отсюда контора остатки конторы беломорской базы город Беломорск а цех по переработке рыбы был видимо было хранилище отработанного мазуха сливали что оставалось отсюда должна была машина высасывать то как это обычно да 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 но все же не смогли убрать и вот видите вот оно стоит за сколько лет уже да? да 25 лет а если бы почистить то был бы хороший бассейн а корабли подходили сюда да? да да вот был здесь а и сразу вот завод тут же а теперь уже некуда смотреть мы таки думали что там причал будет какой-то ну нет вот причал а вон он покажем что такое это уже самый самый пик вот это был деревянный причал вот это гвозди я понимаю так а я пойду сниму развалины этих цехов все вот такой разрухи вот цех вот эти плиты капитальные вытяжка плита вот здесь пристань сюда подходили корабли с рыбой видимо здесь не разгружались а здесь обрабатывались вот здесь все порушилось вот еще часть причала вот они шпартовочные такие не знаю как по морскому называется это все вот это все искусственно насыпали все эти берега все конечно печально видеть это все в таком виде ведь это же строил когда-то человек это для ориентации кораблей такие знаки стоят на этом острове тоже а вот это контора сама все проваливается уже Света я здесь а вон в окне а что ты там лазишь там же нам ничего интересного ну давай влезай пошли время не будем терять все все выхожу время у нас почти десять часов а на улице вот такая светлая ночь здрасте здрасте у нас такой день сегодня начался так рано-рано мы вчера приехали очень поздно куда мы приехали в город Ким и в общем остались ночевать в отеле придорожном слава богу что было хоть где переночевать и сегодня продолжаем рассказ да продолжаем рассказ в общем приехали оказалось что оказалось что билетов на сегодняшний утренний рейс уже нет на восемь часов во-первых мы приехали мы ночью полтора заселились еле-еле в гостиницу думали что позвонили сюда говорим нам на восемь они говорят на восемь уже билетов нет но если вы приедете на 28 а мы рассказали что мы хотим на Соловки да? мы на Соловки собрались вот и ну приехали встали ни свет ни заря приехали сюда нам говорят нет билетов один билет есть если хотите вот и берем сейчас на 12.30 уже взяли билет на 12.30 билет стоит 2 тысячи рублей в один конец то есть туда и обратно нам двоим обошлось это 8 тысяч рублей мест нету кораблики небольшие вот теплоходы сейчас видели уйдет 2 часа 240 человек помещаются в одном теплоходе вот поэтому мы ждем 12.30 обратно возвращаемся в 19 будем здесь 21 и ночуем я уже деривировал гостиницу здесь гостиница стоит 2 800 ночуем и завтра уже поедем обратный путь вот такая спонтанная у нас поездка получилась и если кто-то захочет повторить наш путь до Соловков мы оставим ссылку на телефон даже телефон остался этих девочек и лучше бронируйте заранее для того что адрес контакты для того чтобы забронировать заранее билеты потому что все кто сюда приезжают они уже заранее бронируют все эти билеты и собственно говоря проблем у них нет сезон сейчас летом очень тяжело попасть ну а стоит или не стоит смотрите дальше ушел теплоход на Соловки вот так вот осужденных здесь и сажали загружали и там никто не спрашивал билеты хочешь ты билет не хочешь ну раз уж у нас выезд поздний то почему бы и не сварить себе в машине кофейку а еще это не 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 это не а не Продолжение следует... 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 экскурсовод по поводу религиозной темы к сожалению вот в храме сейчас идет реставрация большого храма до надвратная церковь тоже реставрируется написано проход запрещен то есть непонятно идет ли служба вообще то есть я даже не смогла там свечку поставить нигде нигде не поняла где то видимо здесь еще не один храм есть невидимого они есть но нас уже нет времени чтобы их посетить а теперь на кораблик поехали обратно доброе утро мы собрались уже уезжать переночевали вот в этом гостиничном комплексе причал которым мы вам уже рассказывали последнее место перед отправкой на соловецкие острова очень удобная гостиница удобно и здесь сервис для тех кто хочет уехать на соловки вот и вообще мы сегодня куда едем на куда думать до великого новгорода великого мы еще там не были не были круто мы приедем поздно уже наверное 900 километров до великого до великого новгорода ну загадывать не будем как пойдет дорога ну хорошо по дороге в петрозаводск по трассе мурманск-петрозаводск если вы направляетесь петрозаводск с правой стороны вам попадется магазин свежая рыба вот она свежая рыба да можно купить рыбу совсем недорого пары пятьсот пятьдесят рублей килограмм всякие копчености вкусности в общем обязательно для посещения мы поехали по старой дороге по е-95 и что интересно я заметил что вот по этой дороге мы идем здесь она конечно неудобная потому что надо время 40 60 90 держать скорость плюс 20 но во-первых все заправки дешевые где-то на полтора-два рубля дешевле литр чем заправки на трассе вот так по сторонам смотреть интересно везде домишки за почему мы поехали не для экономии для того чтобы посмотреть старые эти вот дома она кстати дорога восстановлен а второе то что держишь вот этот режим движения и получается у тебя экономия топлива на скорости не гонишь ты 130 120 и получается экономия естественно я посчитал сейчас экономия 1200 рублей с бака вот представьте полтора бака ехать с питера до вас до вас к примеру вот экономия и плюс конечно же бесплатная дорога ну это наверное если не торопишься дать себе вот нет цели прям а я думаю что я уже пару раз попал под камеру а муж камеры стоят здесь поэтому придется рублей 500 отдать за вот этот вот красотой для дороги еще по этой всей дороге установлены исторические направлении на исторические какие-то места знаете да как они выглядят они такие коричневые и то есть принципе если у тебя есть время можно заезжать смотреть какие-то маленькие реально можно да там чего-то еще то есть я постоянно мы видим вот эти вот какие-то сносочки куда можно завернуть еще вы купили грибы на трассе и чернику да она нет в карелии купить чернику да нет здесь проехали что-то вдруг захотелось вот а до москвы осталось где-то порядка 350 километров а